Сегодня я хочу дать одну мысль, и потом, если вы согласитесь с этой мыслью, то те, кто согласятся с этой мыслью, нужно будет съесть хлеб. Весь. Ну нет, почему? Все, кто согласятся. А, уже полегче, да? Но вы поймете, что я сегодня хочу сказать. Вы знаете, Библия нам очень много говорит о хлебе. Я постараюсь так кратко дать основные такие тезисы и ясную мысль. Очень много Библия, начиная с Ветхого Завета и Нового Завета, она очень много говорит о хлебе. И вы знаете, что хлеб, это действительно, вот в нашей обыденной жизни, это очень важная вещь. И я, честно говоря, не понимаю людей, которые отказываются от хлеба. Говорят, мы хлеб не едим. Мы хлеб не едим. Но немножко... Хлеб, он полезный. Когда я слышу, что люди говорят, хлеб вредный, ну, мне немножко непонятно. Может быть, много хлеба вредно, но вообще хлеб, он полезен, в нем очень много питательных веществ. И если мы читаем Ветхий Завет и даже Новый, мы можем видеть, что люди очень-очень серьезно относились к хлебу, очень ценно, для них это было важно. Это была необходимая ежедневная пища для них, которая давала им сил. Но мы также должны понимать, что есть хлеб для тела, который подкрепляет наше физическое состояние, но есть еще и духовный хлеб, который питает нашу душу. И мы должны с вами знать четко и ясно, что хлеб земной, телесный, который для тела, он не подходит для хлеба, вернее, он не подходит для души. То есть им невозможно напитать душу. Это важно понять. Поэтому есть хлеб телесный обыкновенный, но есть хлеб и духовный. И я сейчас скажу, поясню, что я имею в виду. Давайте мы откроем сегодня, прочитаем два текста. И первый текст – это Евангелие от Иоанна 6 глава с 31 стиха. Вот была такая дискуссия между Христом и книжниками и фарисеями. И вот 31 стих, они говорили, «Отцы наши ели манну в пустыне, как написано, хлеб с неба дал им есть». Иисус же сказал им, истинно, истинно говорю вам, не Моисей дал вам хлеб с неба, а Отец Мой дает вам истинный хлеб с небес. «Ибо хлеб Божий есть тот, который сходит с небес и дает жизнь миру». И 48 стих, здесь Иисус про себя говорит, Он говорит, «Я есмь хлеб жизни». То есть мы видим с вами, что есть некий небесный хлеб, который падает. И если человек находит, он падает с неба, и если человек находит этот хлеб, живя здесь на земле, и ест его, вкушает его, то он питает свою душу и внутри себя имеет духовную жизнь или поддерживает духовную жизнь. Как это происходило? Ну вот представьте, хлеб с неба упал. Хлеб может убить, да, если голову пихаешь не туда, куда нужно. А то, что Слово Божье, оно и судит, это правда. И мы все будем судимы этим небесным хлебом. Но я хочу немножко не об этом. Хлеб упал с неба. И здесь Иисус говорит, хлеб Божий есть тот, который сходит с небес и дает жизнь миру. А в 48 стихе Он говорит, «Я есмь хлеб жизни». Он упал с неба. Это одна очень важная вещь, что Иисус на эту землю сошел, и Он же является хлебом, и мы должны вкушать от Него. Как это происходит в процессе? Я хочу показать вам, потому что здесь речь идет о манне, которую Бог давал с неба евреям, и которых питал на протяжении не одного десятка лет. И что характерно здесь, мы видим, что люди, вот книжники и фарисеи, они говорили, «Моисей дал нам хлеб этот», на что Иисус говорит им, что не Моисей вам дал, это вы заблуждаетесь, но «Отец мой», а евреи думали, что им давал Моисей. Это тоже так важно. Вот когда мы даже слушаем Божье Слово и принимаем, мы очень часто смотрим на людей, через кого, да? Мы иногда недопонимаем о том, что Бог дает нам хлеб, и Он питает нам душу. Вот сегодня Андрей проповедовал, да, вот кто получил такое внутри, какое-то благословение внутреннее? Есть вот такие люди? Вот я получил, да? Какой Андрей молодец! Какой он, как он умеет хорошо говорить? Но на самом деле мы должны понимать, если мы пришли сюда к Господу, мы пришли сюда за поиском Божьего хлеба, то Бог сегодня нам уже подал через Него хлеб. Бог, не Андрей, а Бог через Него. И это тоже важно понять, когда мы слышим какое-то слово или какую-то проповедь. Пусть Бог нас благословит. Итак, я хочу прочитать вот ту историю сегодня касательно небесной манны, как и на примере небесной манны хочу кое-что нам показать и разъяснить. Давайте мы откроем Ветхий Завет. Я хочу, чтобы вы также держали параллель, которую Иисус говорил. Евреи получали с небес хлеб в виде манны, а Иисус говорит о Себе, что Он тот небесный хлеб. Итак, книга «Исход», 16 глава. Мы будем читать с 14 стиха. Пожалуйста, вы следите, и я буду прочитывать текст и комментировать. Итак, смотрите. Роса поднялась, и вот на поверхности пустыни нечто мелкое. Первое, сделайте акцент. Мелкое. Нечто, это под нечто подразумевается не такое как бы неопределенное или неизвестное, или то, что непонятное всегда. Дальше. Мелкое. Идет описание манны, шедшей с небес. Нечто. Дальше. Мелкое. Мелкое, это что значит? Мелкое. Ну, представьте, 10 тыкв или 100 зерен. Что удобно собрать? 10 раз перенес, да? Потому что большое и видно. А зерна, если разбросаны, есть еще зрение плохое. Нужно, если мелкое, то нужно искать, да? То есть нужно внимательно искать, собирать. Это тоже важно. Итак, смотрите еще раз. На поверхности пустыни, еще раз, пустыня, куда выпадала манна? Пустыня. Песок не всегда пустыня, сестра. На Майами Бич тоже песок есть. На пляжах песок. Не всегда песок пустыня. Пустыня. Это не оазис. Пустыня, это когда мы проходим через какие-то трудности, искушения. Обычно, так Библия говорит. Иисус был посылаем. И евреи, они не были в обетованной земле. Это жизнь, которую они проводили в пустыне. Итак, манна падала в пустыню. Дальше. Это было что-то такое, ну, непонятное, для них неопределенное, неизвестное. Дальше. Оно было мелкое и круповидное. Что значит круповидное? Круповидное, это значит, можно размолоть. Крупа, то можно размолоть. Дальше. Либо сварить, да? Посмотрите. Еще раз. Мелкое опять. Дальше. Как иний на земле. Вот мы знаем, нам это прекрасно понятно, как иний. Иний на земле. Так было усыпано, видно было, как иний. Дальше. Смотрите. И увидели сыны Израилевы и говорили друг другу, что это? Ибо не знали, что это. И Моисей сказал им, это хлеб, который Господь дал вам в пищу. И дальше. Вот что повелел Господь. Собирайте его каждый по стольку, сколько ему съесть по гамору на человека, по числу душ, сколько у кого в шатре, собирайте. То есть, Бог сказал, что человеку нужно было что делать? Собирать. Вот этот хлеб, он не просто так сюда пришел. Это целый процесс. Согласны? Ну, для меня он не был процессом. Я просто попросил Сергея. Говорю, Сергей, ты там на служение пойдешь, купи мне булку хлеба. Он забежал в магазин, заплатил свои деньги. Сколько ты отдал? Ну, я... 30 рублей. Заплатил 30 рублей и принес мне булочку хлеба. Я вообще ничего не прилагал, абсолютно никаких усилий. Но на самом деле в эту булку вложен огромный труд. Кто-то пахал землю, сеял, потом ждал, потом собрал, потом эти зерна переложил там куда-то в зернохранилище, потом перемололи в муку, потом эту муку, ее дальше на хлебопекарню, в этой хлебопекарне. То есть, целый процесс, чтобы получился такой хлеб. К чему я вам все это говорю? Вот это хлеб для нашего тела, а хлеб для нашей души. Это Иисус. Или другими словами еще можно сказать, это Его Слово. Иисус сам про Себя говорит. Я есть Слово. Слово, которое пришло в эту жизнь. Он Слово. И если мы не получаем это Слово от Него, мы умираем. Вот Максим сегодня ясно и четко сказал, он выразил, когда он оставался без служения, он чувствовал себя, что что-то, как будто я опоздал или отстал от поезда. Попробуйте не читать Библию, не молиться, не посещать собрания месяц, два или три. Вы почувствуете сразу же плохо себя. Вы почувствуете духовный упадок. Вы почувствуете, как искушения будут со всех сторон атаковать вас, усиливаться, и вы станете слабыми. Что нет? Точно так же, когда мы не кушаем. У нас приходит какая-то слабость, голова болит и так далее. Целый день мы ничего не кушали, мы чувствуем уже, у нас руки подтрясываются. Вы такое переживали когда-нибудь из голода? И только ты берешь кусочек хлеба и ложишь его в рот, начинаешь жевать. Все раз, и все куда-то уходит. Вы чувствовали это? Веселее жить. То есть хлеб делает нас такими сильными, дееспособными, жизненными. Но я говорю сегодня о духовном хлебе, о том, что мы должны вкушать Божье Слово, которое делает нас сильными. мы должны вкушать от этого небесного хлеба, от Христа. И если мы не вкушаем его, если мы не получаем потребность для нашей души, мы ослабеем, и в конечном итоге мы можем умереть. А теперь нам нужно его собрать. Где его собрать, этот хлеб? Во-первых, посмотрите, здесь важно понять. Бог дал повеление, собирайте его столько, сколько ты можешь съесть. Это тоже важно. Нельзя как переедать. Переедать или как? Пресытиться. То есть он дал такую заповедь, когда этот хлеб выпадет, утром рано, вы выйдете и вы собираете эту крупу столько, сколько вам нужно. И так делайте каждый день, каждый день, каждый день, каждый день, с понедельника по воскресенье. Каждый день. И посмотрите, 17 стих. И сделали так сыны Израилевы, и собрали, кто много, кто мало. И мерили Гамором, и у того, кто собрал много, не было лишнего, и у того, кто мало, не было недостатка. Каждый собрал, сколько ему съесть. И дальше. И сказал им Моисей, никто не оставляясь его до утра. То есть он дал такую заповедь, ты должен был собрать эту крупу, сделать хлеб ровно ровно настолько с утра до заката, да? С утра, не оставляясь его до утра. То есть каждое утро нужно было этот процесс повторять. нельзя было оставлять про запас на три дня, на четыре дня нельзя было собирать. То есть Бог дал заповедь, с утра ты собрал, сделал все, но до утра у тебя должна быть уже твоя, как она, где хлеб хранится, в хлебнице пустая. Твоя хлебница должна быть пустая. Посмотрите, что было, если вдруг хлебница не оставалась пустой до утра. Посмотрите. Но не послушали они Моисея и оставляли от всего некоторые до утра и завелись черви и оно вас смердело. завелись там черви и потом как следствие того, что завелись черви манна начала зловонно пахнуть. Вот мы сегодня с братьями говорили, если речь идет о Божьем хлебе, оно может быть вредным оказывается. Как это Божье в Божье манна упавшая с неба, если я ее собрал и она пролежала у меня два дня или три дня, в нем заводились в этой манне, в этом небесном хлебе заводились черви и оно начинало пахнуть, что в доме невозможно было находиться. Вот интересно. Но так было. И некоторые люди они не послушали слов Моисея и брали про запас. И так и происходило черви. почему так было? А все очень просто и важно. Каждый день у Бога есть для нас булка хлеба. Каждый день мы молимся молитвой свечи наш. Хлеб нам насущный дай хлеб наш насущный дай нам на каждый день и на каждый день у Бога есть для нас свежая булка хлеба. но мы делаем глупость. Мы в один день набираем много про запас и потом не знаем что делать с этим хлебом. Мы не знаем что делать с этим словом. Оно никак не питает нас но наоборот оно вредит нам. я надеюсь вы слышите такой подтекст который я пытаюсь вам сказать. Каждый день у Бога есть для нас слово свежее что мы должны делать что чтобы получить это слово чтобы получить этот хлеб мы должны собирать оно падает каждый день каждое утро хлеб падает а мы его не собираем или собираем так в воскресенье пришли собрали на целую неделю потом не знаем что с ним делать оно не подходит у нас на понедельник не подходит на вторник оно здесь мы не можем есть его в среду мы так думаем но на каждый день Бог приготовляет для нас свой хлеб свежий что необходимо человеку собирать этот хлеб как манна падает в нашу жизнь а нам нужно собирать как выходить и собирать как где где он падает в пустыне в нашей жизни он падает когда падает в какое время с утра мы даже не замечаем собрались и побежали а позавтракать не ну как бы позавтракать там и обязательно а манна упала хлеб с неба с утра упал уже упал а ты его не собрал ты его ты не почитал Библию ты не подумал ты не помолился ты не прославил ты не взыскал его ты так а позавтракай ты позавтракал все хлеб разрезал масло на это время нашел сыр сверху положил чайком все ты так сделал кто-то медом с вареньем раз колбаски сверху кто-то плотно позавтракал тело свое нормально а душа дух а она же ведь тоже утром упала манна и потом мы бежим а упал падение или согрешил или не справился с чем-то духовно ослаб ведь это все от нас зависит если бы евреи не собирали манну они с голоду бы умерли но это глупо когда вокруг тебя каждое утро есть что покушать и ты этим не воспользуешься каждый день для тебя друг брат и сестра есть булка хлеба у Господа свежий хлеб не надо его держать неделями набивать амбары за один день на каждый день у Бога есть есть для тебя посмотрите вот двадцать двадцать первый стих еще и собирали его рано поутру каждый сколько ему съесть когда же обогревало солнце оно таяло почему очень важно утром искать Господа смотрите если ты проспал утром вот у тебя шатер в пустыне и утром рано ты просто сказал да я посплю или ну мне сейчас дел надо хворосту собрать или еще что-то там надо пойти вот если ты затянул и солнце взошло манна таяла ты остался без хлеба хлеба твоя семья осталась без хлеба утром манна ну как только солнце и мы так мы думаем а я в обеде на обеденном перерыве я как бы догоню я дособираю хлеб испеку и потом раз ты ищешь а нет нет слова нет слова которое бы напитало твою душу вот сейчас вы пришли вот что вы делаете вы сейчас вы питаетесь но вы же его не собираете этот хлеб вы пришли на готовое это совсем не то о чем говорил Иисус это совсем не та манна вы пришли на готовое вы его не собирали Сергей его купил мне дал я я его имею вы не собираете а что вы делаете вы кушаете правда Кушайте. Но что вы кушаете? Вы готовы кушать? И мы так думаем часто. Вот я видео в интернете посмотрю, вот все, я наелся. Ну да? Или там я чью-то проповедь посмотрю, или я онлайн служение. Я сегодня на собрание не пойду, спать хочу. Ну я онлайн и лежа в кровати, чашечкой кофе, он онлайн смотрит. Ну как бы да, нормально. Все хорошо, удобно. И потом мы говорим, почему у нас нет онлайн служения по четвергам. Мы так говорим, нам так хочется, привет там если увидим. Ну что мы делаем? Вы знаете, очень часто мы делаем такую вещь. Мы едим жеванный хлеб. Мы даже сами не замечаем. Вот как бы это ни казалось нам, но мы на самом деле не замечаем. Мы едим жеванный хлеб очень часто. И мы думаем, что мы собираем его. Кто хотел бы жеваного хлеба? Ты же что-то говорил вечером, Андрей? Жеванный хлеб. Он говорил там, жеванный хлеб. Ну да, если я вам сейчас дам жеванный хлеб, вы не умрете. Я оставлю вам чуть-чуть питательных веществ в хлебе. Слава, на. Что там? Кто хочет? Почему вы отказываетесь? Потому что это совсем не то. А кто ест жеванный хлеб? Кто с удовольствием подбежит и возьмет? Дети. И дети не все. Вот этим предложи детям. Они скажут, не, Кать, ты как? Будешь жеванный хлеб? Катя будет. Ням-ням. Маленькие дети. Ну да, когда мы дети, нам нужно жеванный хлеб. Но когда человек посещает собрание 8 лет, и он так и не умеет, и так и не научился выходить рано утром, и собирать манну, и перемалывать ее, и делать хлеб. И потом смотреть в небо и говорить, Господь, спасибо тебе за этот чудесный хлеб. Мы говорим, Господь, спасибо тебе за этот чудесный, кем-то пережеванный хлеб, который нам дали. Ну да, мы не умрем. Но это не то, что Иисус для нас приготовил. Каждый день. Каждый день. Ну, не каждый день. Там мы читаем, там в субботу, он говорит, не надо. Шесть дней, седьмой день можешь за два дня собрать. За шесть дней собрать можешь на два дня. Воскресеньем можешь расслабиться, говорит Господь. Можешь не собирать его в воскресенье. Приди, поешь. Просто. Готовое. Но в остальные дни, это наша ответственность. Если я хочу духовно жить, я должен собирать этот хлеб сам. И когда я говорю, а, это церковь, здесь я не наедаюсь. Ты глупость говоришь, ты даже сам не понимаешь. Потому что наедаться ты сможешь только тогда, когда ты сам хлеб соберешь. Церковь это совсем другое место. Церковь это когда мы служим друг другу и служим этому миру. Когда мы являем свет. Но для некоторых церковь, это вот прийти поесть, они не умеют собирать хлеб. Манну с неба, они не знают. И когда их не удовлетворяет жеванный хлеб, а он однажды, он нас не будет удовлетворять. Вы бы, какое бы вы видео не смотрели, и приходили бы вы в церковь, придет такое время, когда вы скажете, да опять одно и то же. Потому что это жеваная. Жеванный хлеб. И хлеб, который горячий, из печки, это две разные вещи. Еще что, нет? Горячий хлеб, такой свежий, мы всегда готовы его есть. Им невозможно, как, пересытиться. Он не может надоесть. Но надоедает вот это. И мы привыкли есть пережеванное. И мы говорим, вот это, вот это правильно. Я помню, у меня не было какое-то время, месяца или два в церкви. И люди, я приехал, и люди так на рабочих. Ой, наконец вы приехали. И мы хоть Слово Божье послушаем. Уже так мы по вашим проповедям соскучились. И я три месяца проповедовал в церкви, на каждом служении. И эти же люди говорили, он опять одно и то же. Одно и то же мы уже это слышали. Вы чувствуете разницу? Что это за люди? Я вам скажу. Люди, которые не умеют собирать хлеб. Но люди, которые умеют собирать хлеб, они по-другому совсем относятся. Они встают рано, еще до того, как солнце взойдет, начнется обыденная жизнь, они уже получают для себя Слово. Они его ищут. Господь, мне нужен Твой хлеб. Я встаю рано. Я открываю Слово Твое. Свежий хлеб. Я молюсь, я прошу Божья, дай мне. Еще когда мои глаза, с вечера уже я приготовляюсь. Когда мы утром хотим какие-то сделать дела. Мы с вечера приготовляемся или нет? С вечера. Мы заводим будильник, когда мы что-то на одежду приготовляем, начищаем все. Завтрак готовим с вечера. И мы уже встаем так, все. Если я с вечера говорю, Господь, я ожидаю Тебя уже утром. Мне нужен этот хлеб. Мне нужно подкрепление. Напитай мой дух. Я ищу его. Вот. А те думали, Моисей нам хлеб дал. Не Моисей, Бог дает нам. Хлеб жизни. Тот, который делает нас сильным. Вот почему важно молиться, читать Божье Слово. Размышлять над ним, молитвенно. Да, мы можем смотреть видео. И сегодня я посмотрел утром тоже видео. Такую интересную проповедь. Но я понял, это совсем не то, когда Бог что-то мне лично открывает. Это интересно, да. Когда ты слышишь чей-то опыт, чьи-то переживания. Да, это его хлеб. Он его собрал. Он его нашел. И я взял так чуть-чуть, поел. Да, даже вкус какой-то такой интересный. Да. Но это его, это его жизнь, пережеванная его жизнь, его страдания, его пустыня. Но я хочу другого, свежего для меня. Для меня. И знаете, какие были вкусные лепешки, которые делали из этой маны. Вкус лепешка с медом. Ел человек, оно у него во рту таяло. И он не наедал, и он делал сытным. Они жили. Пусть Господь нас благословит, чтобы мы искали Божие лица. Чтобы мы не доходили до того, что в нашей Библии завелись черви. Мы можем много читать, но так и ничего, и не понять. Можем много в себя набрать, получить каких-то знаний. Но смотришь, одни черви, и потом смердит от такого богословия и от такой веры. Смотришь, вроде бы, ну верующий человек. Оказывается, вот так вот и может быть. Даже смердит. С некоторыми христианами даже общаться не хочется. Даже подходить, потому что от них зловоние. И они ходят с Библией, они читают, очень много знают. Но это совсем не то. Это губит их, и губит тех, с кем они живут. Вот что важно нам понять. Вот глупо будет есть хлеб, не сняв целлофановый пакет. Правда? Как это? Ну как это? Скажут. Почему мы думаем, что если мы не открыв Библию, что-то получим для себя, насытим свою душу? Почему мы так думаем? Почему мы думаем, что нам достаточно ходить в собрание или посмотреть чью-то проповедь? Может, нам просто лень? Конечно. Это ж надо искать, это ж надо собирать, это ж надо столько сил приложить. Но, к сожалению, такое бывает. Поэтому, друзья, жеванный хлеб я вам давать не буду, но дам вам. Надо съесть булку, вот эту, на всех. Съедим, не это селим. Катерина, ломай, не стесняйся. Давай, бери. Библию, ты будешь знать. Библию надо читать. Каждый день. И утром желательно. Бери, бери. Корочка полезная вещь. Корочка. Знаешь, да? Это лучше. Да. Все, братья, давайте. И там можно всем. Сало не надо, нельзя мешать. Нам так хочется. Возлюбите чистое, словесное молоко, от которого нам, мы можем возрасти во спасение. Нам бы вот хлеб с чем-нибудь бы подмешать. С чем-нибудь подмешать. Молоко и мед, Сергей, в небе будешь. Здесь пустыня, здесь падает с неба только хлеб, шедший с небес. Он дает нам жизнь. Иисус есть хлеб. И Он есть Слово, которое пришло, нам оставлено. Вот оно у нас. Мы можем читать. Где, где ваши Библии? Где? Где ваши Библии? Смартфоны, если поднимите. Оно должно, вы должны иметь Священное Писание в любом месте. Мне нравятся вот эти есть Новые Заветы Гедеоновские. Такие там на всякий случай там написано так места из Писания там когда я болен или там когда я в радости или когда я в долгах или когда за мной гонится враг. И там места из Писания. И мне все время нравится вот с этими заветами евангелизировать. То есть подходишь к человеку и говоришь хочу вам подарок сделать. В жизни всякое бывает. А вот здесь вот раз и открываю сразу. Говорю, смотрите, когда у вас кредит. Есть же у вас кредит? Да, есть. Откуда вы знаете? Да у всей страны есть сейчас кредит. Все же кредиты. Вот, когда вы в долгах читаете. Ой, как интересно. Вот, когда вы болеете. Вот, как интересно. И человек уже, он берет и он начинает потом искать. Но искать когда? Когда приспичило, да, уже приспичило. Но он начинает искать. Друзья, нам зачем доводить себя до такого, искать Божий хлеб, который дает жизнь, когда у нас приспичило. Это для неверующих им надо. Нам на каждый день надо. Не тогда, когда я болен. Я начинаю искать, Господи, и с утра, и ночь всю ищу, уже и с утра ищу, и днем, и вечером, когда в болезни. А когда умираю, ох, так напролет. Зачем нам? Если мы можем каждый день есть хлеб, который дает жизнь, и который способен нас сохранить от всех неприятностей в жизни, которые мы можем в пустыне получить, что нет? Да. И это так. Пусть Господь всех нас благословит. Мама, кушай хлеб. Читай Библию каждый, каждое утро просыпаешься, там, прежде чем какие-то таблеточки, хлеб Божий. Все, открываешь Библию и читаешь. Кому мелкий шрифт, найдем вам большой, лупу купим там или очки, читайте Божье Слово. Каждое утро для вас Бог что-то приготовил особенное. Особую горячую лепешку. Аллилуйя. Слава Господу. Давайте мы помолимся, поблагодарим Господа.